Такое сегодня замечательное утро. Водичка чистая. Нигде уже под навесами нет мест. Но мы сегодня искупаемся и пойдем по селу Стерегущему. Покажу вам, что за село, как здесь живут люди, сколько здесь мест для отдыхающих. В общем, пройдемся и посмотрим. Села Стерегущего. Самый въезд. Вот такие вот гостевые дома. Это стела погибшим воинам, пограничникам 1941-1945 года. Здесь пограничники служат. Вообще история была тяжелая. 8 дней они держали оборону, пока с тыла, как мне сейчас пограничник, разливали на них татары. И тогда им пришлось оборону сдать. В общем, погибли они. Вот так вот. Стерегущая наша начинается. Козочка, коровка. И гостевые дома. Где люди отдыхающих держат, у них витамины. Видите, какие живут, строятся. А сейчас покажу простые домики проживающих тут местных жителей. Видите, тут старый убитый асфальт советских времен. Замечательный воздух, море рядом, но при этом вот такая вот нестандартная картина. Идти дальше. Уже обычный домик. Обычное житель. Сейчас посмотрим, что в селе есть. В селе, конечно, есть магазины. Их достаточно, потому что все-таки люди отдыхают, приезжают. Пройдемся сегодня по селу, по пляжам. Немножко вот сзади, как раз, вот там за машинами, за пограничниками, там глушит, так сказать, деревьев, спряталась база неплохо старая. Она сейчас не действует, похоже, потому что там мы подошли, ну, совсем тихо и как бы совсем не весело. Какой-то номер телефона там есть, может быть, какие-то комнатки сдают, но не живая эта база, в общем, я даже спрашивать не стала. Старые деревянные домики, и как-то там скучно. Пойдемте, посмотрим, что здесь. Я сама здесь много-много лет не гуляла и не была. В основном как-то либо до косы доезжали, либо до базы. Ну, вот здесь меня много лет уже не было. Ну, вот видите, здесь люди строятся, что-то делают. Так выглядят старые колхозные домики, в основном у всех. Там вдалеке, видите, какие. А тут уже что-то новое строят. И даже собачка тут такая белая. Офрана. Вот так вот спеет абрикос. Абрикосов в этом году очень много. Ну, и эта улица пограничная, хочу сказать, очень даже ничего так смотрится. Отстроились, перестроились. Сейчас посмотрим, какой у них выход к морю. Дороги, конечно, тут потушатанные. А где же у них выход к морю-то? А что за пляжи? Ну, совсем, я бы сказала, дикий у них пляж какой-то тут. Ну, внизу, я думаю, тут никто не отдыхает. Там пограничники с той стороны, получается, застава их нет. Пойдем сюда, Лена. Ну, пройдем по этой улочке, по крайней, посмотрим, что здесь. Конечно, многие сдают номера, практически чуть ли не, наверное, процентов 90. Люди живут за счет отдыхающих, сдаются комнаты. Дерево сломается и улечит. Вот так вот это выглядит. Ну, самостерегущее находится как бы на мысу сверху, само село. А потом отдыха уже идут снизу, ближе к морю. Вот, ступеньки, видите, пошли вниз. Вот такой вот спуск к морю. Что дальше, повдоль берега пойдем, или так? Да. Так? По песку идти просто тяжело. Вот такое море сегодня ясное, красивое. Сейчас на нашу радость прям ветерок поддол, так, сгучка. Очень красивое море. У нас сегодня чистое. Ну, здесь вот мелко. Конечно, туда дальше вот дойти глубоко, но вот здесь вот именно мелко. Внизу пляжи, ну, совсем они не ухоженные. Они когда-то были. Эти пляжи даже стоят на ветке, но одна трава. Сейчас пойдем дальше, там где-то отдыхают, там вот увидите разницу. А там там, чем дальше, мы куда-то идем. Очень красивое море. А там ваза. Следующий пляж, там можно отдыхать. Куда-то мы сворачиваем какие-то закоулки. Ну, я смотрю, село начинает немножко преображаться, но ему еще, конечно, как бы в стройке все. Развали над в стройках. Вот так вот оно все выглядит. База отдыха, жемчужина. Так вот мы вы... Запах тут, то и пахнет. Боже мой, что тут делается? Когда-то была база. Люди отдыхали здесь. А сейчас разруха. Полная разруха. Да. Вот так это выглядит. Старое все устаревает, новое не строится, поэтому вот так вот. А кто-то строит новое, тот, конечно, забирает себе клиентов. Там вот туалет были, умывальники. Вот территория базы. Вот так это выглядит. Вообще всего, стерегущая, это всегда здравница, это всегда место отдыха северного Крыма. Сюда, конечно, приезжают отдыхать там из России, из Украины, но основное это отдых для местных, это возможность оздоровиться. Потому что особенно взять Армянский Красноперекопск, где города именно рабочих заводов, им нужно где-то отдыхать, где-то хоть немножко оздоравливаться летом. И всегда это было стерегущее прежде всего. Ну вот, видим сейчас, даже местные наши стараются тоже уже найти себе более уютный отдых. Поэтому от таких уже баз отказываются. И вот они вот так вот в итоге разваливаются. Старые базы, которые, кто начинает переделывать, кто делает с удобствами, те работают. А вот такие вот тоже все, как видите. Вот так вот поселок. Запустение по-разному. Где-то что-то, наоборот, разваливается. Гуси, 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 гу, гу, гу. Такие вот гуси с трехущими гуляют. По дороге встретили старенькую бабушку. Мой сын помог ей донести мешок сена, который она набрала своей корове и тёлочке. Вот такой вот он сельский труд. Это все жемчужина, это та же самая база, огромная территория, что у нее на самом деле. И вот это вот все на базе отдыха жемчужины. Вот такая вот она, просто пустующая, можно сказать, сейчас территория. А вот там вот гостевой дом, видимо, какой-то такой уже, новой построечки рядышком. Так и манят к себе отдыхающих своим новизной. Ну вот магазин, первый магазин в стиле. Ну их тут много. Кстати, здесь мороженое дешевле, чем на базе отдыха. И тем более дешевле, чем в следующих магазинах вдоль трассы. Вот на базе отдыха, кстати, везде сейчас очень много фруктов. Просто висят, сыпятся, а их есть некому. Вот такие привередливые, отдыхающие. Номера с удобствами. Вот, пожалуйста, кому интересно. Без вопросов, все есть. Нет, тут вот вниз уже море, пляж довольно-таки приличный. Сдаются номера. Зайти посмотреть куда-то. Даже не знаю, показать вам. Посмотрим сейчас. А нам дом. Такой вот старенький домик. А за домиком там уже улица идет вниз, спуск к морю. Ну вот стоит, кустой. Такая территория. В принципе, что тут? Он собака. Сдаёт жильё тоже. Большой дом. Улица Руденко. Тут почти в каждом дворе сдаются дома, комнаты. Вот так вот она выглядит. Здесь асфальтировано, в принципе, довольно-таки хорошо. Вот видите, какие номера. Мама, а в этой улице есть что-то знакомые? Есть или нет? Мама, есть? Тоже сдают жильё. Ещё строятся, видишь? И строятся, и сдают сразу. И тут тоже, да, номера, видимо, сдают. Конечно, обязательно. Ну, всё сдают. И вот сдаётся тоже, видишь? Там я снимала. Ставлю заставочку, покажу, какой там пляжик. Пляжик там, конечно, очень хистый, очень хороший. Строятся, что-то делают. А что оно будет, конечно, время покажет. Интересно посмотреть, что будет лет так через пять. Вот это мастерегущие. Уже изменения идут колоссальные. Стареньких маленьких домиков, в принципе, практически осталось очень мало. Есть пустые территории. Ну, наверное, потому что пока что старые хозяева не продали, а новые ещё не взялись, я так думаю. Пляжи здесь очень длинные, широкие. И чем они хороши? Тем, что здесь море с начала июня, оно уже тёплое и прогрете. Отдыхать здесь удовольствие большое. Ну, не все знают. Вот такой вот есть номер. Вот тут номера 600 в сутки с удобствами. Вот здесь я снималась, заходила, смотрела. Здесь полностью новые номера, номеровая мебель. Вот если на трёх человек 1800 в сутки делают скидочку. Поэтому торгуйтесь, если приезжаете отдыхать. Вот, создаём жильё. И вот тут вот сразу магазинчик, вот на углу. Можете приехать, остановиться. И сразу вам рядом магазинчик. В июне здесь была, конечно, тишина. И можно было гулять спокойно, тихо. Машин очень было мало. Сейчас же всё, постоянное движение. Вот кафешка, кафе-магазин. В июне цены здесь были ниже. Сейчас, конечно, подняли цены. Абрикосы. Вдоль страсса раздаётся жильё также. Арбузы. Время арбузов идёт. Персиков. Здесь персиковые сады рядом. Так что... Так, прошу прощения, конечно, если где-то заевает ветер. Но такая погода. Зато не жарко. Хорошо гулять. Территория старого сельхозпредприятия какого-то. Находится на краю стерегущего, но перед базами отдыха. А тут вот жильё идёт. В двухэтажках в основном везде стоят жильё тоже. Это старые постройки. Широкие, в принципе, комнаты. Вот как-то были мы тут. Дальше идут магазины один за одним. Тут кафе есть. С возможностью зайти покушать что-то. Так, оригинально разукрасили магазин. А с этой стороны кафе «Солнышко» и магазин там. Кстати, в этом магазине принимают карточки. Виза, мастер-карт, мир. Без проблем можно рассчитаться пластиковыми картами, кредитками. В общем, всё, что у вас есть. Кафе «Бриз». И сувениры. С пляжными принадлежностями. С пляжными принадлежностями. И заросли такие. Властям местным, конечно, большой минус. Конечно, фрукты. Всё, иди, собирай, кушай, вроде бы, казалось бы. Но где тут ходить? Это вообще, дорожки нету. Всё заросло. Ставили вот такие ограждения. Ну, а за дорожку совершенно забыли. До самого Тавриды вот такое вот. Непонятно что. Ну, а возле Тавриды там, конечно, хороший газончик и тротуар. Сейчас покажу. Ещё одно забытое богом место. Пансионат «Рубин». В этом году оно не будет принимать гостей, как мне уже сказали. А очень жаль. Здесь большие корпуса. Некогда для генерского лагеря. Здесь трёхэтажные корпуса. Абсолютно в этом году запущенное всё. Заросший пляж, который был широченным просто. Он и сейчас широкий, но заросший. Такая вот огромная территория пустует. Просто пустует. С таким обалденным синим морем и замечательным пляжем с белым песком. А вот здесь у нас начинаются Тавриды. Друзья, в этом году вот такая вот эмблема Тавриды. Дальше мы запустей никакого уже не увидим. Потому что начинаются все действующие базы отдыха. Вот, например, радуга. Номера. Стирка белья, пицца на заказ. Столовая, магазин. Пицца, это интересно. Уже Таврида. А вот это база отдыха Волна. И на Волне, я хочу сказать, очень даже комфортный отдых. Со всеми удобствами номера. Это столовая, раздевалки. Самые хорошие номера это коттеджи. В коттеджах цена 3,300. Вообще, с удобствами от 400 рублей, как мне говорили в июне месяце, было с человека. Там вот душевые. Там впереди столовая. Детские площадочки. Очень обухоженная такая территория. Сейчас мы по ней пройдемся с вами. И вот на данный момент, конечно, не считая, конечно, крутых домов Тавриды, домиков, так сказать. Вот эта вот база радуга, она самая приличная. Самая интересная, на мой взгляд. Такая вот зелененькая. С такими вот коттеджами. Есть небольшие домики. Есть корпуса. Просто пройдемся, и вы все увидите. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Парковками, кафе, магазинами, рынком даже. Многочисленными улочками. И рассчитано на 660 койко-мест. Вот так. Можно заказать у них здесь пиццу от 350 рублей. Что мы и сделали удачно. Сейчас идем в домик к себе. А на сегодня пока. Такая у нас была сегодня встреча. Прогулка по селу Стерегущему. Увидели, что это за село. Такая неоднозначная картина вырисовалась. Где-то мы видим новые мини-пансионаты, гостиницы. Где-то полностью разрушенные старые базы отдыха. Где-то что-то новое строится. Где-то что-то старое еще работает. Но замечательный пляж. Замечательное море. Замечательный закат сзади меня. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ну а напоследок вам такой прекрасный пейзаж. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так освещается пляж. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok